Готовы на 60% правительство региона подвели промежуточные итоги реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». По словам специалистов, в отстающих все те же. Приволжск, Иваново, Плес, Юрьевец. Радуют чиновников пока только Гаврилово, Посадский район. Там работы идут быстро, выполняются в срок. Нареканий и жалоб нет. Максим Евгеньевич всем говорил о том, что подорганизовалась программа «Быть открытой». Не во всех муниципалитетах такая работа налажена. Не во всех муниципалитетах регулярно размещается информация. Благоустроено порядка 60% территорий. Завершены работы в 19 муниципальных образованиях. Ведутся в пяти, не начаты в трех. Некачественно проведена работа по отчетности. Информация должна постоянно обновляться. Поскольку далеко не все дворы и парки прошли процедуру приемки и, соответственно, не зарегистрированы в специальной системе, в федеральных структурах статистику выполнения программы в нашем регионе отмечают как низкую. По факту из-за мелочной недоработки, результаты своей работы не занесли в систему, мы получаемся в хвосте всего паровоза. Хотя объективно это не так. Отдельный вопрос касается качества работ. Зачастую торопясь успеть в срок. Подрядчик выполняет работы недобросовестно. Новый асфальт неровный, бордюрного камня нет. Зеленение также оставляет желать лучшего. По оценке департамента ЖКХ, 66% жителей недовольно проведенными работами. Претензии какие? У нас жалобы пока лежат по Савино, по Иваново, по Вичуке, по Южи. Значит, разбираемся. Пока не могу сказать, что там все везде обосновано, но, как всегда, больше всех денег получил у нас город Иваново. Соответственно, жалоб у нас больше всего из города Иваново, к большому сожалению. Временно исполняющий обязанности зампреда правительства Максим Громов дал подчиненным соответствующее поручение. Особенно сейчас важна информированность и вовлеченность жителей в проект. Каждый должен знать, когда и что сделают в его дворе. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.